Итак, ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня в данном видео я подробно вам расскажу о том, как правильно установить официальную версию Windows 10 на ваш компьютер или ноутбук. Я постараюсь показать вам самый простой и быстрый способ установки Windows 10 на устройство. Устанавливать мы будем официальный образ, поэтому никаких вирусов там не будет. И вы можете на 100% быть уверены, что ваши данные не попадут в чужие руки. Также, если у вас есть желание установить официальную версию Windows 10 LTSC, это урезанная версия Windows 10 без встроенного магазина, тогда можете просто перейти по ссылке справа вверху и в описании. Я снял видео про установку официальной версии LTSC. Также в этом видео я подробно расскажу о самых распространенных ошибках, которые могут возникнуть при установке Windows 10. Поэтому, благодаря этому видео, вы с вероятностью 98% сможете установить Windows 10 на свое устройство. Ну что, давайте приступим. Нам понадобится ноутбук либо компьютер, который имеет доступ в интернет, а также нам понадобится флешка минимум на 8 гигабайт. Почему на 8? Потому что образ Windows 10 весит 4,7 гигабайта. А как мы знаем, что у нас если флешка на 4 гигабайта, то по-настоящему она на 3,7 гигабайта. В данном видео я покажу два способа установки Windows 10 на ваш компьютер или ноутбук. Один из них предусматривает полное удаление данных с диска C. Вы, конечно, можете этого не делать в процессе установки, я об этом скажу позже. Но для идеальной установки Windows 10 лучше всего отформатировать диск C. Для этого обязательно сохраните данные на диск D, к примеру, либо там на свою флешку, чтобы они не удалились в процессе установки. И опять повторюсь, что в процессе установки мы можем установить Windows и без удаления данных. Поэтому, если вам лень их копировать и у вас есть свободное место на диске C, тогда можете ничего не делать сейчас. Вставляем нашу флешку в наш компьютер. Обязательно форматируем ее в режиме FAT32. Все данные удалятся, поэтому, если вы хотите сохранить вашу информацию, обязательно скопируйте данные на диск. Нажмем начать и кликаем ОК. Идем далее. Теперь нам нужно зайти на официальный сайт Microsoft. Ссылочка будет в описании. И скачать средства обновления. Кликаем вот сюда. У нас началось скачивание файла. Открываем его и следуем инструкции. Небольшая полезная информация. В процессе установки Windows попросит ключ. Однако, можно установить Windows и без него. Если у вас имеется лицензионный ключ Windows 10. Обычно это бывает на ноутбуках. Сфотографируйте его на телефон. Либо запишите куда-нибудь. Таким образом, вы сможете установить полностью лицензионную активированную Windows 10. Очень важно будет выбрать именно ту операционную систему, на которую у вас имеется ключ. К примеру, если у вас Windows домашняя, значит нужно будет выбирать Windows домашнюю. Если у вас профессиональная, тогда нужно будет выбирать профессиональную. Если у вас OEM активация на ноутбуке, тогда просто смело устанавливайте Windows 10. После установки она активируется самостоятельно. Здесь мы жмем принять. Далее выбираем создать установочный носитель USB. Выбираем соответствующий язык, который вы хотите, чтобы был в системе. И жмем далее. Тут также есть способ установки через DVD диск. Он существенно не отличается от того способа, который я вам сейчас покажу. Но делать я этого не буду, потому что диски это уже прошлый век. Здесь мы выбираем USB устройство. Далее. И сейчас начнется скачивание образа Windows 10. После того, как он скачает образ Windows 10, он автоматически его запишет на вашу флешку. Теперь мы просто дожидаемся, когда ход выполнения дойдет до 100%. Что делаем дальше? Смотрите, тут есть два способа, как можно установить Windows. Во-первых, вы можете открыть сразу из-под той винды, на которой вы сейчас сидите. Но здесь придется обязательным образом ввести ключ продукта. То есть, если у вас есть ключ и вы не хотите тратить время, можете следовать инструкции в установщике. Я же покажу способ, более проверенный через загрузку слэшки. Также, перед установкой Windows я настоятельно рекомендую вам скачать официальные драйвера с сайта производителя вашей материнской платы, либо ноутбука. Почему? Потому что, к примеру, после чистой установки у вас может не быть драйвера на интернет. Из-за чего вы просто не сможете воспользоваться интернетом и скачать необходимые драйвера уже после установки. Поэтому лучше всего делать это заранее. Все инструкции у меня есть на канале для всех производителей. То есть, для производителей материнских плат, как установить драйвера на материнскую плату, а также для производителей ноутбуков, как установить официальные драйвера на ваш ноутбук. Закидывайте их куда-нибудь на диск D, либо вот на эту же флешку. Тут с данными ничего не произойдет, можете не беспокоиться. И после чего начинаем установку. Так, нам нужно загрузиться в BIOS и поменять там приоритет на нашу флешку. То есть, по умолчанию у нас стоит, получается, жесткий диск, но нам нужно выбрать флешку. Как войти в BIOS? У меня есть отдельное видео по этому вопросу. Ссылочка будет справа вверху и в описании. Я там подробно рассказываю, какую клавишу нужно нажимать для того, чтобы войти в BIOS. Также есть еще более простой способ входа в BIOS. Но он, к сожалению, доступен не везде. Я тоже вам его покажу, вдруг он вам поможет. Для этого открываем пуск, жмем на выключение и вот здесь, удерживая левый shift на клавиатуре, вот левый shift, удерживая левый shift, мы жмем перезагрузка. Продолжаем держать. И у нас появилось вот такое вот окно восстановления. Здесь вот есть поиски и устранения неисправностей. Переходим в дополнительные параметры. И видим, что у нас тут есть параметры встроенного по UEFI. В чем тут может быть проблема? У кого-то может не быть этого пункта. Если у вас его нет, тогда просто воспользуйтесь клавишей входа в BIOS, посмотрев то видео, о котором я говорил до этого. И вот просто сюда нажимаем, жмем перезагрузить. И у нас автоматически открывается BIOS. И вот здесь нам нужно поменять нашу флешку, сделать ее вот здесь выше. После чего нажать F10 и сохранить настройки. Нажать Yes, и он автоматически перезагрузится и загрузится с флешки. Сейчас я еще покажу, как на стационарном компьютере войти в BIOS. Продолжайте смотреть видео. В данном случае у меня стационарный компьютер, поэтому здесь будет кнопка у нас Delete. Выключаем компьютер, либо перезагружаем. И нажимаем много раз на кнопку Delete. У нас открывается EFI, это новый BIOS, который установлен на современных материнских платах. Если у вас старый компьютер, скорее всего у вас будет какая-то предыдущая версия, но ничего страшного. У меня есть тоже отдельное видео по этому вопросу. Оно называется «Как изменить приоритет в BIOS?». Там показана инструкция практически для каждого вида BIOS. Очень удобно, можете воспользоваться, если вам что-то непонятно. Ссылочка будет справа вверху и в описании. Но здесь нам, получается, нужно выбрать нашу флешку. То есть у нас по умолчанию стоит жесткий диск, на котором у нас установлена винда. И нам нужно нашу флешку перенести вверх. Для этого просто берем и перетаскиваем ее наверх. Но это так делается на UEFI. Если у вас другой BIOS, как я уже сказал ранее, посмотрите то видео. Вот наша флешка 16 гигабайт, сан диск. После чего нам нужно нажать клавишу F10 на клавиатуре. Стандартная клавиша для сохранения настроек в BIOS. Нажимаем и ждем, пока у нас произойдет загрузка слешки. Также очень полезная информация для предотвращения всякого разного рода несовместимости. Всегда используйте черный порт вашего компьютера, если вы хотите установить Windows слешки. Потому что если вы воспользуетесь синим портом USB, который называется USB 3.0, как вы можете видеть вот на этой фотографии. То у вас просто может винда не загрузиться. Поэтому всегда используйте только черный. У нас открывается такое окно. Здесь выбираем язык. По умолчанию у нас тут уже все стоит. Раскладка, клавиатуры, формат времени и язык. Жмем далее. Жмем установить. Здесь он нас просит ввести ключ продукта. Если он у вас есть на ноутбуке, тогда просто его переписывайте сюда и жмете далее. Там уже справитесь. Если у вас его нет и вы какими-то другими методами хотите активировать Windows, тогда просто жмем у меня нет ключа. Здесь он нам предлагает выбрать версию операционной системы Windows. Если у вас был ноутбук с предустановленной системой и у вас есть ключ, тогда выбираем именно ту операционную систему. Которая у вас была там установлена. Также вот на этом шильдике будет написано, что это за версия либо Pro, либо домашняя. К примеру я выбираю Pro. Здесь жмем принять условия. Далее. И вот здесь выбираем выборочную установку Windows. У нас отображаются здесь ваши разделы, ваши жесткие диски. И мы смотрим, где у нас находится диск C. Диск C можно определить. Просто вспомните, сколько у вас там было места на диске C. Вы сразу поймете, например, обычно там ставят 150 гигабайт на диске C, на D там остальное место гораздо больше. Я буду ставить Windows на тестовый SSD. Если вы хотите сохранить какую-то информацию, тогда просто жмете далее. То есть ничего форматировать не надо. Если хотите выполнить чистую установку, как я сделаю сейчас, то просто форматируем диск. Выбираем диск и жмем форматировать. Все, диск у нас отформатировался. Как мы видим, кнопка далее у нас здесь доступна. После нажатия на нее начнется установка Windows. Но у многих может возникнуть здесь проблема. Обычно это бывает, когда они устанавливают десятку после семерки, либо семерку после десятки. Проблема звучит таким вот образом. Установка Windows на данный диск невозможна. На выбранном разделе находится таблица MBR-раздела. В системах EFI Windows можно установить только на GBT-диск. Если у вас возникает такая проблема, то просто перейдите по вот этой вот ссылочке справа вверху и в описании. Там я подробно рассказываю, как изменить таблицу MBR на GBT и GBT на MBR. Также получается, если вы прикупили недавно новый SSD или новый жесткий диск, то у вас может быть написано незанятое пространство на диске. Это жесткий диск без разделов. После того, как вы нажмете далее, он автоматически создався необходимые разделы на диске. Это может быть либо один диск C, либо он его поделит пополам. В принципе, все это делать вы можете вручную. Для этого жмем создать и указываем здесь размер в мегабайтах, сколько там нам нужно для Windows. А все остальное это будет для диска D, к примеру. Ну, так как у меня тут тестовый диск, то я просто оставлю полную его емкость. После чего просто нажимаем далее и у нас запускается установка Windows. Дожидаемся ее окончания. Также после установки может возникнуть такая проблема, что из-за того, что мы изменили приоритет в BIOS, у нас автоматически компьютер будет загружаться снова на флешку. Хотя после того, как он скопирует все файлы на ваш жесткий диск, он должен запуститься с жесткого диска. Поэтому, если у вас после перезагрузки, то есть после того, как тут везде зеленые галочки появились, снова появляется окно установки, просто заходим так же в BIOS, как мы заходили до этого и меняем приоритет на жесткий диск. По идее, Windows делает это автоматически, но иногда по каким-то причинам этого не происходит. Поэтому об этом следует помнить. К счастью, у нас этого не произошло, поэтому сейчас просто дожидаемся, пока Windows настроит устройство. Сама процедура может занять продолжительное количество времени, бывает так, что на маломощных ноутбуках это доходит до получаса. Поэтому набираемся терпения, ни в коем случае не выключаем наш компьютер. Если у вас ноутбук, то не забудьте поставить его на зарядку, для того, чтобы он не выключился в самый ответственный момент. Так, у нас все загрузилось. Выбираем регион, выбираем раскладку клавиатуры, русская. Если вам нужно добавить какую-то, то жмите добавить раскладку. По умолчанию английский язык будет уже вшит. Нажмем пропустить. Вот, как мы видим, он не смог установить драйвера на интернет. По этой причине я просил изначально скачать драйвера на ваш компьютер или ноутбук. Нажмем пропустить. Здесь жмем нет. Здесь вводим название компьютера. Пароль по желанию. Если нажмете далее, то будет без пароля. Если вы хотите, как на айфоне, чтобы у вас все устройства синхронизировались, то жмете да. Если нет, у вас других устройств, кроме компьютера, то жмем нет. И вот здесь у нас уже пошли всякие разного рода слежения и так далее. Просто отключаем все это. Голос, кстати, можете оставить, если вы голосовым помощником пользуетесь. Все остальное выключаем и жмем принять. Все, установка Windows 10 завершена. Теперь нам нужно установить официальные драйвера на ваш компьютер или ноутбук. Ссылки вы сможете найти в описании. Также у меня есть видео, что делать после установки Windows. Для того, чтобы у вас все устройства работали исправно и все фильмы там воспроизводились, и вы нормально могли пользоваться своим компьютером. Ссылка будет также в описании. Посмотрите, если интересно. Ну и последнее видео, которое я хотел бы вам порекомендовать, это как оптимизировать Windows 10. Для того, чтобы у вас ничего не тормозило и был максимальный FPS в играх. Ссылочка тоже будет в описании. Напишите, пожалуйста, в комментариях, удалось ли вам установить Windows 10. Также вы можете там оставить свои вопросы. Я обязательно на них отвечу. Обязательно поставьте лайк. В любом случае подпишитесь на канал. Не забывайте про колокольчик. Всего доброго. Пока.